Как дела ваши? Вы сегодня у нас с почетным таким заданием. Ну здорово! В первой школе Станицы Динской Юрия Бадяева знает любой. Даже охрана пропускает без лишних вопросов. Здесь он легенда. На одном месте проработал 45 лет. Юрий Михайлович Бадяев и на пенсии остался для всех живым учебником истории. Здравствуйте, ребята. Ну вот это мой первый кабинет. Здесь я начинал работать в сентябре 1966 года. Конечно, он не похож на тот кабинет, который был. Потому что он полностью переоборудован. Ну, здесь просто были парты. Прогуливаясь по школьным коридорам в свои 81, Юрий Бадяев уверен, бывших учителей истории не бывает. Вот и сейчас проводит открытый урок. Тема дня – георгиевские кавалеры и георгиевские награды. Именно об этом заслуженный педагог Кубани написал свою новую книгу. Настоящий исследовательский труд. Чтобы собрать как можно больше информации, пришлось поднимать государственные архивы. В черновой вариант рукописи вошли 503 страницы. После редактуры осталось 255. Только самые интересные и неожиданные факты о георгиевских наградах и их владельцах. Мы вот в 60-е и 70-е годы не могли представить даже, что георгиевскими кавалерами могут быть священники. А ведь помимо того, что они могли иметь солдатский георгиевский крест, помимо того, что они могли иметь орден военный офицерский святого Георгия, они могли еще иметь специальный крест священника, который носился тоже на георгиевской ленте. И священники часто шли в атаку впереди полков. С крестом в руке, внес крест, высоко поднятой руке. У него не было никакого оружия, кроме вот этого креста. Книга разбита на 19 глав. Каждая посвящена отдельной теме. Например, очерки о наградном георгиевском оружии или о георгиевских кавалерах-детях. Немало среди награжденных оказалось и кубанских казаков, участвовавших в Первой мировой войне. Наши кубанцы выставили 90 тысяч казаков, участвовали в войне. Вот 30 тысяч получили георгиевскую награду. Это или георгиевский крест, или георгиевскую медаль. Георгиевская медаль тоже давала звание георгиевского кавалера. Исторический сборник охватывает период в 248 лет, с момента, когда Екатерина II учредила орден святого Георгия. Техническая работа над книгой заняла около двух лет. Но интересоваться самой темой Юрий Бадяев начал 71 год назад, когда еще мальчишкой впервые увидел живого георгиевского кавалера. А вот толчком к изданию книги стали события на Украине, признался историк во время официальной презентации в День народного единства. Послушать ее собрались люди из самых разных сфер, от студентов и учителей до губернатора края. Я очень-очень люблю Украину. Я там служил. У меня жена украинка из Донецкой области. И вот когда начались вот эти вот глумления на Украине над героями, которые носят георгиевскую ленту, когда стали называть их колорадами, оскорбительные клички, а эти ленточку колорадка, вот тогда это меня страшно возмутило. Юрий Михайлович, как никто другой, знает, что история не терпит сослагательного наклонения, как и попыток переписать то, что уже произошло. И подобные книги как раз возможность отличить реальность от вымысла. Особенно важно это для молодежи, заметил во время презентации Вениамин Кондратьев и вспомнил свои школьные годы, когда с головой погружался в уроки истории. Ведь учителем был тот самый Юрий Бадяев. Я помню ваши уроки в школе на самом деле. Даже когда мы уже их закончили, и даже когда уже не нужно было туда приходить, мы завидовали тем, кто приходил на его уроки. Только потому что это были уроки, на самом деле, глубокие. Они были настоящие. Они были не из книжки. Они были где-то, может быть, из поисков, образы, которые он на самом деле собирал, искал и лично встречался с людьми. Люди близ его жизни. Необходимо сегодня, чтобы эти герои, они оказались пусть на страницах истории, на страницах книги, но в нашей жизни. Иначе откуда нам брать вот эту связь поколений? И когда молодой человек или девушка будет знать, что вот он, который герой, тоже ходил по этой улице, он тоже был в этом парке, в этом сквере, но он стал героем. Это будет другое его восприятие. Трехтысячный тираж книги под авторством Байдяева разошелся по всем школам Краснодарского края. В качестве дополнительного пособия ее можно взять в библиотеке. Издание с профессиональной точки зрения уже оценили. Учителя и историки. Вы сами видите, что другие страны, как уже сказал Юрий Михайлович, переворачивают историю с ног на голову. Но благодаря таким людям, как Юрий Михайлович, за историю края, за частичку истории России мы можем быть спокойны. Всех собравшихся интересовал вопрос, будет ли продолжение. Однозначно Юрий Бадяев не ответил, но заметил. Если сложить весь рабочий материал в стопку, она получится почти метр высотой. А значит, занимательная история вполне может вылиться в новую книгу. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Денской район, Краснодар.